В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Новый год, Рождество. Эти события в любом возрасте для нас связаны с подарками, которые нам предстоит дарить и получать. Сегодня в нашей подборке идеи презентов столь же уютных и домашних, как и эти праздники. К Новому году расширяется ассортимент. Прихватки, фарточки, полотенца с символом года, собачки, елочки, которые нас будут радовать не только в Новый год и Рождество, но и все каникулы. Их можно не только подарить к Новому году, но и украсить кухню. Домашний текстиль, к которому можно отнести комплекты постельного белья, пледы, полотенца, салфетки и скатерти, принято дарить только очень близким людям. И такой подарок есть проявление заботы и теплых чувств. Хороший подарок к Новому году – комплект постельного белья. Начиная от бязи, поплина, сатина. Разные производители, большая линейка расцветок. Есть комплекты собственного производства «Анастасия». Это бязь, представлена разными размерами, разными рисунками. Так как это производится у нас в Мясе, то цена будет на порядок ниже, чем у других производителей. Особое впечатление произведет комплект из сатина «Жаккарда». За счет жаккардового переплетения комплект очень шикарно выглядит. Эти комплекты очень долговечны, прочны, шелковисты, приятны к телу. Выбирая подарки близким, как правило, нам известны их вкусы и предпочтения. Кто оценит дизайнерский принт, кто технологические новшества. Из категории необычных подарков можно предложить подушки из бамбука, эвкалипта и алоэ вера. Все они расщепляются от целлюлозы и идут в перемешку с синтетическим волокном. Эти подушки удобны в эксплуатации. За ними легко ухаживать и не услужить долгие годы. Новый год во многих странах мира – повод навести порядок дома, избавиться от старых вещей, чтобы привнести в дом ауру свежести и новизны, что непременно скажется на свежести мыслей в голове. Это Beauty Time. Мы продолжаем наш марафон красоты под названием «Подтянись к Новому году». Сегодня очередная серия предпраздничного апгрейда. Брови – это характер человека. А если говорить о них в контексте моды, то современные тенденции макияжа – это заметная, выразительная, идеальная форма бровей. И чтобы все это выглядело еще и естественно, придумали микроблейдинг, прародителем которого считается татуаж. Для начала расскажу, в чем отличие микроблейдинга от татуажа. То есть татуаж – это такая достаточно устаревшая техника. В ней используются татуировочные пигменты, которые из кожи не выходят со временем. Микроблейдинг кардинально отличается от этого, потому что там используются пигменты, которые через год-полтора из кожи постепенно выходят. У микроблейдинга есть два способа. То есть первый способ – это легкая растушевка, либо второй способ – имитация рисунка. Ну, наносится рисунок, который имитирует рост волосков. То есть его очень сложно идентифицировать, что с бровями что-то сделано. Приживается пигмент у всех по-разному. В среднем это занимает 5-7 дней. Поэтому перед праздником или любым другим важным событием записаться к специалисту лучше заранее. В центре «Наука красоты» сотни услуг для преображения. Коррекция фигуры методом 4D – 2500 рублей за сеанс. Перманентный макияж микроблейдинг – 3825 рублей. Вечерняя укладка волос – от 1000 рублей. Улица Косырева, 63. Телефон – 77-88-177. Сеть магазинов текстиля для дома «Анастасия». Новогодние подарки для любимых и родных. У нас не только можно подобрать уютные подарки для всей семьи, но и сэкономить. Только с 11 по 24 декабря. При покупке трех товаров, четвертый – бесплатно. Традиции семейного уюта с 1992 года. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. До 31 декабря в салоне проходит акция «1 плюс 1». Покупая один сертификат, второе вы получаете в подарок. Территория Тайского СПА. Улица Российская, 206. С 6 по 26 декабря совершайте покупку в бутике «Елена Миро» и выиграйте сертификат на 10 тысяч, 5 тысяч или 3 тысячи рублей. Новогодние скидки до 40%. Бутик «Елена Миро», проспект Ленина, 65. То, что в Челябинске представлены практически все известные в мире парикмахерские школы, уже не вызывает сомнения. Но на этот раз мастерам города и области предложили выйти на новый уровень. С какими результатами прошел чемпионат России по свадебному макияжу и свадебной прическе, смотрите прямо сейчас. Платье невесты, свадебный макияж и прическа. Все три пункта стали номинациями первого чемпионата России World Beauty Congress, принимать который выпала честь нашему городу. Победители этого этапа в составе национальной сборной представят свои работы уже на мировом уровне в марте 2018 года в Индии. Чемпионат у нас начался с двух часов, было торжественное открытие, и первая номинация была «Свадебный макияж». Было пять участников, он уже завершился, мы уже знаем победителя в свадебном макияже. А сейчас у нас продолжается номинация «Свадебная прическа». И после того, как они завершат, будет следующая, третья номинация, это номинация «Модный образ», где жюри будут оценивать свадебный макияж, свадебную прическу и то, во что они одели свою модель. Этот модный образ, выход модели будет сопровождаться музыкой, которую они записали, видеофильмом, который будет транслироваться на экран. Это будет такое шоу, которое они сами придумали. Здесь была дана полная свобода девочкам, то есть могли выполнять все, что угодно, могли использовать любые материалы, могли использовать подкладки, объемы, то, что, допустим, в других конкурсах запрещено. Они у нас, мне кажется, ночевали на работе просто каждый день. Они приходили, они тренировались в прическу, выбирали, как будет лучше, также макияж отрабатывали. Ведь надо во время же уложиться конкретно, это все равно. Надо руку набить, поставить, чтобы все было идеально. Ну, хотелось бы, конечно, увидеть в первую очередь одаренного, талантливого профессионала, который, прям видно, что вкладывает всю свою душу, старание. Это очень важно. Так же, как и сейчас, мастера за спиной моей творят. Я даже прям боюсь уже смотреть, что через эти, через пять минут, в которых я отвернулась, происходит. Я думаю, это чудеса. В отличие от вечернего или подиумного образа, в свадебном нужно быть осторожным с модными тенденциями и полетом фантазии. Однако даже в этих рамках работы конкурсантов вышли совершенно разными. Да, свадебные прически, вечерние прически – это одна из моих любимых работ в моей сфере. И, по сути, я участвовала, чтобы показать свой профессионализм. Весь образ у нас, по сути, как бы, ну, не планируется создать его нежным образом. Я так думаю, что, наверное, это нам удалось. И в свете, и форма прически, и украшения. Буквально неделю назад я выпустилась как визажист в школе макияжа Светланы Гасмановой. Мне предложили участвовать, и я даже не стала отказываться. Я работаю в команде с парикмахером, и мы создали образ. В первую очередь мы учитываем модные тенденции 2018 года. Цвета, фактуры, вообще все. Все, что будет модно. Сам образ, он в стиле байкерши. Я работала в команде с дизайнером, она же моя модель. То есть мы вместе с ней разрабатывали платье, она его шила, и она же его представляла. Выполнение прически без использования валиков, без использования накладных волос, без накрутки. То есть на своих прямых, ровных волосах. Прическа получается очень легкая, невесомая, для невесты это очень важно. И у нас было очень много тем, мы почему-то сошлись вот на такое, то что яркое, рыжее, и должно быть что-то экстравагантное, необычное. Хотелось сделать акцент на глазах, но в процессе добавились еще и губы красные. Хотелось бы, чтобы мои невесты выглядели ярко, красиво, и чтобы они были необычные невесты, то есть не совсем стандартные. Выявить самых лучших в отдельных номинациях и того, кто представит Россию на мировом уровне, поручили специалистам с многолетним опытом работы в бьюти-индустрии. Работы будут действительно интересные. Чем выделили расцветы конкурсанта? Это техника работы, чистотой, формой интересной и вообще всей подготовкой. Выбрана она как раз за эту легкость, за то, что есть полет, за то, что есть идея, и поэтому она выбрана. Все, что мы планировали, все, к чему готовились, мы все сделали, все воплотили. Когда мы поедем в Индию, возможно, мы представим другой образ. Придумаем новые элементы, новую прическу, новое платье, чтобы еще раз удивить всех. Если бы я выходила замуж, то, безусловно, я бы повторила этот образ и просто получала бы истинное удовольствие и от платья, и от прически, и от макияжа. Победительницы Челябинского этапа получают от организаторов вступительный взнос на участие в чемпионате мира. Впрочем, и другие конкурсантки в этот день были отмечены за свои работы, наградами и дипломами. И, надеемся, загорелись желанием не сдаваться и выступить в следующем году. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления праздничного гардероба, наряды для торжественных случаев и неформальных вечеринок. Любимый всеми жанр платье на вечер и потом на каждый день актуализируется особенно в предновогодний период. Обновка нужна по эмоционально-психологическим причинам, и чтобы в ней не просто войти в Новый год, но и оставаться продолжительное время. Оттенок Гринадин вот что точно станет хитом на новогодних вечеринках. Лайт-версия тренда – цветовой акцент в этой палитре на наряде. В случае с самым популярным принтом-клеткой, облегченная ткань и наличие объемных аксессуаров позволят использовать тренд в вечернем образе, а впоследствии с легкостью вписать в рабочий аутфит. Ну и, конечно, декоры. Руки потянутся, возможно, по привычке к пайеткам. Но если же миссия все же примерит наряд неоднократно, лучше выбрать варианты изыскания – шелковая лента, меховая оторочка или пуговица в виде кристаллов. Последние недели уходящего года – время подведения итогов. Финалы конкурсов, раздача премий, завершение проектов. О том, с какими результатами закончился очередной сезон 99 избранных, смотрите прямо сейчас. В этой торжественной обстановке с вечерним дресс-кодом здесь собрались топ-менеджеры, банкиры, управляющие и руководители крупных компаний. Поводом стал долгожданный финал бизнес-проекта «99 избранных». По мнению организаторов, в число избранных попали лица и компании, которые заинтересованы в продвижении себя и своих услуг на рынке, которые готовы вкладывать свой капитал в развитие нашего города. Это действительно громкий путь проекта от начала и до большой карьеры, до большого старта. Впереди пятый сезон, впереди шестой сезон. Цель одна – это глобальный нетворкинг, познакомить нужных людей и нужных компаний с нужными людьми, с нужными компаниями. Цели у участников проекта разные. В первую очередь, это самореализация, выход на новый уровень, достижение новых вершин. В бизнесе очень важны деловые и полезные связи. И этот проект как раз таки ставит свои задачи не только рассказать о себе, но и узнать о других. В рамках проекта состоялся выпуск печатного издания тиражом 15 тысяч экземпляров. Прошли неформальные встречи под названием «Туссе», а также народное голосование, в котором приняло участие 12 тысяч человек. В этом году была борьба просто за секунды, за минуты голосования. На самом деле, было очень интересно наблюдать за тем, как люди действительно активно принимали участие в голосовании, поддерживали своих персон, поддерживали свои компании. Когда мы все время проводим в офисе, и у нас оказание бухгалтерских услуг достаточно такое, без непредсказуемых каких-то моментов бизнес. И когда и фотосессии, и общение вот неформальное, да, в ресторанах, в каких-то там мастер-студиях, конечно, это повышает и настроение, и дает заряд положительных эмоций. Очень приятно было, что этот проект не забывает о том, что семья стоит у человека во главе. И те мастер-классы, которые проходили вместе с детьми, они были очень приятными, очень полезными. В рамках проекта мы организовывали мероприятие в одной из наших мастерских, где все желающие смогли постоять на гвоздях. При всем при этом мы рассказали про наши практики, зачем они, какие они, что они дают. Я считаю, что такие проекты очень нужны нашему городу. Они дают интересный опыт, они дают возможность познакомиться с такими людьми, которые достигли каких-то вершин. Участников награждали в восьми номинациях. Доверие года, Прорыв года, Профи года, Эксклюзив года, Миссия Здоровое поколение, Лучшее детям, Бизнесмен и Бизнесвумен года. Проект зашла для того, чтобы развить свой бизнес. Я считаю, что помимо того, что я реализовала эту цель, дополнительно я еще и развиваю свою личность. Такие проекты, они обязательны, они нужны, они важны для того, чтобы люди, руководители компаний, менеджеры, топ-менеджеры могли знакомиться друг с другом для дальнейшего какого-то партнерства, для дальнейших взаимоотношений именно в бизнесе. Чтобы люди узнавали, какие сейчас темы модно, куда можно пойти развиваться, чтобы знали, что можно достигать успехов в разных областях жизни. Пришли с одной целью в проект, выходим с проекта совсем с другими эмоциями, с другими итогами. Мы победители номинации «Лучшие детям», когда родитель вводит ребенка в организацию, которая имеет статус «Лучшие детям», ну разве это не важно? Вот так ярко и празднично завершился ежегодный бизнес-проект 99 избранных. Награды нашли своих героев и теперь остается применить все полученные знания на практике. Кстати, регистрация участников на пятый сезон уже началась. Подробности на сайте проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дом эстетики и медицины «Формула» – все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Радуйте близких волшебством тайского СПА. Дарите сертификаты в Тайлотус. При покупке сертификата второй – в подарок. Закажите бесплатную доставку по телефону 222-0030. Вы смотрите «Бьюти Тайм» – красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Там же новости и анонсы модных событий города. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова